добрый день друзья добрый день у нас сегодня будет нестандартная другарня мы сегодня не будем отвечать на вопросы мы просто приведем пример каким образом мы работаем с тяжелыми заболеваниями и где в каких книгах какая часть описана и чтобы было понятно что например тяжелые заболевания вообще любое заболевание это не пятиминутная работа это не одноразовая работа это многократная работа и она идет на разных слоях психики и заодно развеять сомнения по поводу знаете когда люди читают там вот эти сумасшедшие вещи особенно из над сознания я получаю очень много таких подколок от окружающих типа ну что ж дети да так вот чтобы вы понимали откуда и как это шиза работает то есть мы подумали с ириной решили вот прямо по свежему примеру взять и показать каким образом делась работа тем более этот пример описан в книге ссылка на работу с олегом есть и в надсознании в подсознании то есть там его имя встречалась это длительный этап работы поэтому мы сегодня решили взять этот пример прямо над руками и заодно и помочь олегу еще больше придать ему силы ускорения для того чтобы процессы восстановления у него двигались быстрее и так у нас есть в работе молодой человек ему чуть больше 40 и у него боковой амиотрофический склероз или в народе называют это болезнь хокинга в медицине решение проблемы болезни хокинга нет когда рождаются маленькие дети и у них есть вот проблемы с мышцами уже и назревает я не помню как это называется мышечная трофея по-моему называется заболевание детей сейчас изобрели какие-то лекарства они ненадолго продолжат продлевают жизнь ребенка но в любом случае это болезнь центральной нервной системы распадаются оболочки нервные и у человека отключаются мышцы одна за одной и человек слабеет 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 и умирает такое бывает во взрослом возрасте и обычно продолжительность жизни небольшая хокинг между прочим с прекрасной американской медициной и с крайне медленным распадом прожил достаточно долго но в реальности вот если брать людей это в среднем где-то 5-7 лет и человек уходит из жизни причем уходит у него отключается одна за другой мышца и в как в конечном итоге человек уже не может дышать отключаются мышцы которые запускают и помогают качать легким воздух в нашем случае мы работали с олегом это тяжелый случай это случай когда олег уже было тяжело дышать когда олег уже не вставал когда 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 и вот смотрите где-то порядка трех лет ведется работа сегодня пришло письмо наташа у меня идут изменения по телу сегодня ночью затекли ноги и я захотел согнуть ноги и поднять вверх правую бессознательно я поднял довольно высоко левую отодрал тоже я правую вообще не мог кушать стал лучше горло почти прошло горло перестало першить очень мешало кушать и пить вчера занимался эспандером а не помогала но начало есть начинаю двигать правой рукой некоторыми пальцами не двигались я в китае заказывал набор для проработки мышц рта набор крутой слюны стало значительно меньше меньше жую разжевывать или работают жевательные мышцы за мышцы шеи больше не боюсь к новому году буду сидеть держать голову все по плану выздоровления такие хорошие новости все хорошо и вот смотрите у человека идет процесс восстановления это медленный процесс здесь обязательно нужны реабилитологи здесь обязательно нужны тренировки здесь на самом деле обязательно надо чтоб человек хотел жить без этого результата не будет да но я сегодня расскажу не эту часть и расскажу как выглядит боковой миотрофический склероз с точки зрения надсознания подсознание и глубины то есть та сумасшедшая часть за которую мы больше всего критикуемся и нас относят вот к сумасшедшим вещам но именно это самая рабочая часть которая помогла выдать результат и запустить это заболевание в тяжелых заболеваниях да и в любых заболеваниях сперва надо остановить заболевания зафиксировать распад ухудшение в теле и следующий шаг уже пустить восстановительный процесс а вот восстановительный процесс в теле при боковом амит трафическим метро физическом склерозе уже не предусмотрен то есть психики вообще не было алгоритмов восстановления физического тела а раз их не было значит их надо создать да то есть на самом деле когда ты берешь тяжелое заболевание у которого нет выхода в коллективном да то есть нету не лекарств толковых не реабилитации то чудо вот на пустом месте не происходит это чудо создаешь в своей голове поэтапно рисуя возможность проявления этого чуда каждый тапчик за этапчиком и так первое упоминание об этом заболевании и пример с олегом у нас встречается уже в книге надсознание инфодайлинг надсознание когда мы впервые столкнулись и начали работать вот с этой проявленной относительно проявленной частью которую иногда видит космы энергет и био энергет и который можно придать какую-то форму и каким-то образом завязать с энергетикой хотя на самом деле психика она включает энергетику но выделять энергетику здесь отдельно не имеет смысла то есть получалось тело разорвано на две части чем-то и когда мы энергетически и когда мы начинали работать мы сразу пошли в центральную нервную систему и дальше было у чудо ты можешь расстаться я работала я не могу вспомнить это это если только ты я только помню что мы достали что вот это не еще расскажи нечто но я не помню как я его видела просто она по типу с осьминога она сидела ну как сидела но мы нашли она у него много ножек она как присосочками она распространяла свои эти присосочки ножки ну что-то по всему телу как же пальца в центр был позвоночный столб и головной мозг то есть вот как будто осьминога одели в центральную нервную систему но этот осьминог он такой он даже не энергетический он понимать это сознание это просто сознание которое полностью захватила центральную нервную систему и соответственно плавно пожирала ее превращая разрушая клетки и превращая их в пыль и вот вот этот процесс когда мы увидели и удалили вот эту часть процесс распада миленовых оболочек он замедлился практически свелся к нулю и то есть это остановка заболевания вот над сознанием можно остановить заболевание и вот когда заболевание останавливается а дальше дальше перед человеком стоит выбор либо он будет бороться за жизнь либо он пойдет на кладбище и вот этот вот процесс после зачистки вот этой надсознательной части дальше каждый человек с тяжелым заболеванием ставится перед выбором и вы знаете очень многие выбирают кладбище очень странно до желание жить почему-то у них есть страх смерти и когда человек боится смерти он говорит я хочу жить но на самом деле внутри вот этой жажды жить нету нет просто как отличить есть это жажда жить или нету человек готов двигаться или не готов то есть в случае когда человек ну если я поправлюсь если бог даст то я буду жить здесь есть сила жизни нету силой жизни да здесь есть только вести на соответственности на бога если вы нас решение на бога есть смирение со смертью и если человек смирился со смертью то дальше выхода не будет и в то же самое время вот бывают борцы и бывают моменты то у нас конкретно есть тяжелое заболевание там красного волчанка в тяжелой форме когда просто поэтапно человека выводил игре смотри сюда смотри сюда смотри сюда смотри на жизнь не смотри на смерть убери страх смерти да и вот с олегом был такой же момент когда надо было переключать внимание надо было поддерживать это уже больше психологическая была поддержка но мы знали что вот это сознание разрушительное мы удалили это надсознание это работа с надсознанием следующий этап мы перешли в работу с подсознанием а вот подсознание имеет свои глубины и там есть момент здесь и сейчас человека и в этом моменте здесь и сейчас присутствуют декорации присутствует его положение тела лежачие до присутствует родители которые за ним досматривают и так далее то есть когда ты переходишь подсознание ты понимаешь что вот эта картина мира собирается у него в подсознании в голове и она зачем-то было ему нужно именно такой и если она была нужна ему именно такой то рядом есть люди которым она тоже такой же была нужна и и следующий вопрос это инфодайнинг подсознание это зачем было надо это заболевание зачем было выделено сознание болезни а ведь это сознание болезни это сознание самого человека трансформированная на низкой частоте вот в такой вариант да это не захват асминогами тела человека нет это сознание человека ввиду определенных моментов игры до трансформировалась в такой вариант для того чтобы написать игрушку я болею боковым амиотрофическим склерозом да и вот получается рядом есть сознание мамы папы родных да и этим людям вот это заболевание тоже зачем-то было надо и вот здесь когда мы уже переходим в подсознание работаем с мигом особенно когда мы уже выходим на родить выходим на родителей здесь начинается другая песня песня взаимоотношений песня контрактов на бессознательном уровне песня вторичных выгод и получается взять и отстегнуть больного человека из социума просто так не получится из декораций потому что он должен им обеспечить их игру в развитии то есть когда например мать досматривает больного сына она учится она учится любить она учится заботить она учится терпеть заботиться научиться терпению она учиться принятия точно также отец учиться 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 и это испытание для всех кто находится рядом да и соответственно если вы забираете учебное пособие обратно в жизнь а как же они тогда научиться и их подсознание а на этом уровне уже люди фактически одно уже подсознание понимает что мы одной мы затеяли эту игру из чего бы я вам отдал вот этого товарища обратно если мы играем вместе да и вот здесь надо решить вопросы вторичных выгод и дать возможность трансформироваться либо прожить свой опыт за счет другого ресурса за счет другой картины для того чтобы они научились любить но в другом варианте да то есть уже без этого человека и вот раскручивание вот этих сценариев подсознание глубину подсознания неимоверны да и они описаны в книге инфодайм подсознание и в инфодайм счастье было продолжение да и вот эти моменты трансформационное окружающего пространства и самого человека для того чтобы родителям не надо было проживать похороны уходы за могилкой так далее для того чтобы они научились любить сами для того чтобы они приняли и так далее так далее и прожили свой опыт это следующая тема и мы ее раскручивали в подсознании для того чтобы завершить эту игру да и мою казалось бы разрулили завершили и у олега пошел уже восстановительный период но он шел крайне медленно и мы все не могли понять но почему медленно тюже есть возможность удалено все из подсознания пиши создавай новую сюжетную линию у тебя будет поправка да ты уже пойдешь на выход она медленно медленно двигается но крайне медленно и вот когда мы уже попали в глубины психики когда мы уже это уже книги инфо дайвинг коллективное бессознательное и дальше инфо дайвинг знания та книга которая еще только в издать в издании да мы обнаружили одну очень интересную штуку когда сознание человека вынесено в заболевание в доминантной своей части то есть как с чистого сознания у человека практически не остается остается только то что уже вовлечено в игру когда человек находится вот в таком статусе он не может сам создать будущее он не может сам управлять процессом восстановления и соответственно процесс самовосстановления регенерации тканей у него отключается потому что не хватает ресурса то есть человек как бы подвисает и вот здесь на помощь пришли наши техники перепрограммирования которые мы просто тупо неделю назад запустили и вот этот вот результат очень быстрый толчковый он как раз произошел за последние вот получается полторы две недели то есть сперва мы олега очень больно от калашматили на то чтобы у него появилась появился силовой ресурс бороться за жизнь снова да ему было очень больно мы понимаем и понимаем что другого варианта не было и следующее мы использовали моменты для прописывания именно алгоритмов подсознание по самовосстановлению регенерации это те случаи когда человек сам прописать не может и вот нам надо было каким-то образом искать выходы как помогать вот таким тяжелым и мы начали их искать и вот сейчас когда мы получили это сообщением очень сильно обрадовались но самое интересное наши варианты психики да как наша работала психика и наше предвидение два года назад когда мы смотрели олега ирина сказала у него будет момент когда он ночью вдруг ни с того ни сего поднимет одну ногу потом вторую и у него это включит силовой ресурс а потом у него будет момент говорит будет на улице тепло ему захочется в доме будет тепло ему захочется открыть окно а рядом никого не будет и он забудет что он болен и он подойдет откроет окно и так он начнет быстро ходить поэтому вот этот первый шаг когда он оторвал ноги мы поняли вот это мы видели два года назад это случилось уже значит следующий этап следующий маркер вот эти штуки мы называем маркерами которые вот расставляются как ярлычки такие которые нам показывают что этот этап пройден дальше пойдет следующий этап следующий то есть это на пути восстановления особенность тяжелых недугов такие маркеры надо ставить и на пути работы когда вы работаешь событийными рядами там без маркеров вообще ничего не получится вот и вот первый маркер маркер мы увидели в обратной связи понимаем что процесс идет процесс пошел и мы понимаем что все-таки работа с перепрограммированием и работа из глубины она дает очень быстрый результат но не разобрав клубок мама сын папа сын не разобрав клубок там жена муж до не разобрав клубок полностью не раскрутив подсознание вот эти контракты на бессознательном уровне не разобрав миги не разобрав вот эти истории зачем они были сформированы они же сформированы были до рождения еще до то есть в жизни они уже проживались и не достав вот это выделенное сознание в прямом варианте просто вытряхнуть его и заменив чистым сознанием вот эти вот вещи невозможный то есть если мы сядем и будем рассказывать о том что ребята у каждого человека историчная выгода и на этой вторичной выгоде он поступает вот так то и так то и стоит ему осознать эту вторичную выгоду он тут же сам поправится то возникает разрыв в логической цепи этот разрыв называется он сам поправится а как он сам поправится у него есть алгоритм как поправиться бог поможет все появился вынесенный бог уже никто не поможет как только вы что-то вынесли из себя уже никто не поможет и вы уже бессильны да а если у вас в голове нет алгоритма прописанного как человеку выходить то есть по шагам этот шаг этот и все должно быть привязано к объективной реальности если вы хотя бы на одно мгновение отрываетесь результат размазывается и получается что ты каждого человека в голове выводишь сперва в своей голове потом выводишь в его голове и потом человек выходит вот смотрите эта работа занимает конкретно вот в данном случае уже три года до из аутизма выход вот есть мамы которые моментально выходят а есть мамы которые присылают вот такие письма и даже вот просто примерами зачитаю это реальная работа реально работаешь с людьми и когда тебе пишут вот человек жалуется на свою жизнь не знает что делать как мне понять алгуя или я искренне с собой для меня я честно с собой или нет а можете отправить ссылку как я изменилась проявилась написать просто на бумаге и где я увижу что я вру то есть я должна сделать ссылку человеку написать на бумаге где она врет как она изменилась и как она проявилась а как сделать какие изменения и какая я сейчас это все вопросы скажите как вы вмешиваться в учебный процесс ребенка как учить домашнее задание и вот такая вот херня да вот когда человек находится вот на такой стадии развития даймы я понимаю аутизм будет выходить очень долго потому что человек не берет ответственность не включает просто мозг почему потому что лень потому что человек заврался он лениться он начинает врать и вместо того чтобы взять и совершить действие взять ручку бумагу написать вот здесь я пишу как я изменилась а вот здесь я пишу как я проявилась до элементарное задание человек уже месяц дурит голову человек просто не верит изначально зачем платил и обращался и юлит и просто вот просто не хочет ничего он тупо не хочет ничего и не понимает его устра по сути его устраивает все но только он даже этого не понимает здесь нету борьбы за жизнь здесь нету борьбы за ребенка здесь нету желание работать здесь нету желания двигаться здесь мертвая селедка тухлая рыба да и в то же самое время когда берешь человека который в тяжелом заболевании ему больно и ты понимаешь что она 80 процентов будет тухлой рыбы они не могут двигаться у них уже нет желания все вынесено все вынесено на врачей на бога на начальника на детей на кого угодно и у человека не остается ресурса бороться за жизнь но есть люди которые включаются и борются вот те кто включаются и борются те выйдут те кто не включаются не борются те не выйдут дорогу осилит идущие ребята для того чтобы идти надо двигать ногами надо совершать действие надо работать без этого ничего не будет надеяться что тупо мы сделаем за вас понимаете мы делаем очень много то есть если грубо говоря с тем же самым и метрофическим склерозом да с болезнью хокинга человеку сказать вот делай зеркало делай практики делай дело дело он будет делать но у него ничего не изменится почему потому что у него этот осьминог в цнс это его осьминог и он никогда его не сможет удалить он никогда его не сможет осознать он никогда его не сможет увидеть в силу того что это его собственное сознание выделенное в болезнь и для этого нужна вот помощь таких вот сумасшедших как мы которые видят этого осьминога осознают осознают на чем он его выделил находят момент выделения закладки этой информации потому что что такое сознание сознание чистое течет без информации она просто сознание заложил туда больную информацию все она потекло на той частоте под болезнь а на этой частоте она потечет под здоровье это сознание и она у всех одно как бы это парадоксально не звучало дамы все одном и все разлиты из одной бочки и когда вот эти вещи осознаешь видишь и вот эту выделенную часть которую упаковано форму ценеса и выглядит для нас ведь это видео осьминожки да но даже не осьминожки а такой страшка да вот возьмите цены из посмотрите как выглядит отдельно цены с человека вот представьте теперь по этому контуру идет сознание но получается вот вот такого чудика приходится доставать а теперь смотрите сознание может выделить одну часть какую-то тело или орган так далее соответственно приобретают другие формы и в нас сознание мы можем видеть любые формы любые плюс во время инкарнационного цикла может подцепиться сознание каких-нибудь там моллюсков еще что ты потом этих страшков видишь внутри человека и понимаешь вот это пришло в инкарнационный цикл добавилось сознание вот это сознание он получил под впечатлениями сколько у нас уже было когда под впечатлениями человек цеплял всякую ерунду себе в башку и потом жил исходя из этих страхов которые он посмотрел в ужастиках зачем их люди смотрят непонятно просто травмируют свою психику и потом пожинают на этом заболевание да лучше посмотрели кинокомедии радовались жизни и получали лучшим смогли свою жизнь как кино красивое кино и создавали свою жизнь красивую точно также декорации это тоже поле сознания да и получается вот я смотрю как на каруселях катаются раз там на этих ужасных да там где тебя кидают там мертвые петли и так далее и когда видеокамера снимает в виде что человек отключается там на 3 секунды на 5 теряет не знание все просто болтается тело пристегнута потом уже включается сознание он возвращается один ли он вернулся или он вернулся с такой вот осьминожкой но в любом случае если он вернулся с осьминожкой то у него будет ответ на вопрос зачем он попал именно на эти карусели зачем в это именно в это мгновение случилось отключение сознания зачем в это время появилось сознание болезни зачем ключевой вопрос зачем и в инфодайвинге задача наша найти ответ на этот вопрос а дальше на каждом слое психики есть свой инструментарий для работы то есть в данном случае когда мы работаем например с ириной ирина работает как лапароскоп если сравнить с медициной то есть когда говорят научите нас ввести в состояние пассивного парасомнабулизма это состояние инфодайвинга по-другому да ввести человека нетренированного крайне сложно для этого надо она действительно очень сильно очистить его сознание действительно очень сильно человека настроить чувствительность должна настроена быть на максимум травматизм личный отработан и потому что если ты останешься на собственном травматизме ты будешь искажать информацию у тебя не будет объективной информации и поэтому это большой кусок работы над собой но когда ты этот путь прошел то ты можешь в определенных состояниях сознания входить в режим когда я как врач и да а ты как лапароскоп и мы входим в психику нашего рецепента и мы можем с ней работать точечно под задачу находить ответ на вопрос зачем находить что из сознания выделено каким образом здесь можно работать здесь такой инструмент подойдет здесь такой подойдет и получается что хотим или не хотим а есть три совершенно разные психотехнические базы первое касающиеся над сознание второе касающиеся подсознание а третье касающийся мига да и вот все что касается центральной части психики до точки и вот все что касается центральной части точки здесь мы можем работать с мигом можем уходить уже в более глубокие слои и из теневой части и силовой части ее раскладывать здесь можно если ты раскладываешь более поверхностной части там легче работать если ты все-таки хочешь работать с теневой результаты будут значительно более быстрые но это очень большой силовой потенциал но этой и твоя высокая осознанность и это твое принятие понимание силы и это возвращение к себе всех и бога и дьявола и всех тех кого ты себя вынес под свою ответственность да когда ты не брал ответственность за свою жизнь на себя вот это тренировки по инфодайингу и вот так ведется процесс сложных случаях вот эти все вещи господа мы писали в наших книгах вот конкретно в этих книгах и мы их описали очень подробно шаг за шагом как мы погружались в надсознание как мы погружались в подсознание как какие архетипы мы встречали почему очень важно подсознание зазеркалье выставлять потому что там идет полностью геометрия через геометрию сразу запускается игровой диск через геометрию мы можем напрямую входить в ядро для того чтобы раскрутить вторичную выгоду и все контракты на бессознательном уровне и так далее то есть без этих частей ничего не бывает и когда мы заходим вот именно в зазеркалье в эту часть обязательно у нас есть встреча со смертью и там приходится прорабатывать и принимать вот эти наши информационные обмены когда мы встречаемся с белой и черной смертью и понимаете вот на этой стадии даже уже самые тренированные ученики испытывают страх знаете увидеть свою смерть это не картинку как ты умираешь это ту смерть которая с косой к тебе приходит да мы говорим и смеемся просто эти архетипы есть подсознание каждого человека абсолютно каждого человека нету человека у кого нет архетипа белой и черной смерти в подсознании просто нету иначе жизнь невозможно иначе нарушается информационный обмен и человек просто знаете вот как с флешки и и надо постоянно догнать в чем в авторегистраторе вот регистратор стоит у вас машине у него там флешка памяти там например на 16 гигов и он будет писать на 16 гигов забил пространство до сбросил забил сбросил забил сбросил и он получается заново пишет точно так же человек если у него вот эту информационного обмена не будет то ничего не будет поэтому мы и засыпаем спим ночь наше тело восстанавливается утром просыпаемся на загружается новый день информационно опять опыт накапливаем опять сбрасываем за ночь опять закачиваем новый день и пошло 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 по циклу а вот и поэтому вот в этот цикл надо вмешаться потому что человек привык видеть себя больным и у него уже программа на смерть а для того чтобы он развернулся и пошел снова в жизнь надо изменить вот этот самый миг это надо изменить вот этот день-ночь перезагрузки это очень серьезные крутые штуки но с вами понимаете хорошую литературу где это описано практически нету я предполагаю и даже знаю что есть хорошая эзотерическая литература где эти вещи встречаются но ее нет никогда в прямом доступе нету скопированной и плюс языковые проблемы положения да потому что когда мы доставали информацию мы доставали ее из книг тоже то есть значит были книги где это написано поэтому мы это просто все достали и опубликовали опубликовали в виде знаете вот у меня вчера была встреча как раз с очень очень высоким чиновником и он смотрел книги и говорит у вас у вас не научный подход эти книги не научные ну в лучшем случае публицистические да а у нас и невозможен научный подход то есть изначально infodine научный подход невозможен по двум причинам первая причина очевидно это коммерческая причина да потому что этот наш проект полностью идет на своих без привлечения инвесторов то есть это разумный подход второй подход и это тоже очевидно потому что в науке соответственно со второй стороны сознание не учитывается материя первична и этот мир как бы объективный как только вы выкинули сознание все вы бессильны вы не можете вылечить человека потому что для того чтобы его вылечить нужно работать с его сознанием все вы уже играете в игру я лечусь и когда рассказывают про то что медицина вылечивать да если вы сломали ручки ножки есть заболевание там у вас чихи пуки каки когда у вас работает иммунитет и это предусмотрено в игре чтобы создавалась люди выздоровление но посмотрите основную массу заболеваний львиную долю заболеваний они идут либо в хронической форме либо они изначально подразумевают летальный исход но даже хроническая форма она все время усугубляется усугубляется накапливается и дальше хроническая форма чем не хороша тем что она перетекает следующую жизнь и там снова хронической снова и снова потому что это уже выделено и сознание и она перетекает дальше чтобы играть дальше в аналогичные игры потому что это это струна частотная струна определенная мы работаем и со струнами тоже и в книгах наших не просто упоминание даже есть психотехническая база по струнам но смотрите вырвать одну книжку из контекста вы не не поможете человеку и не поможете себе разобраться приходится читать все подряд поэтому наши книги заказывают просто пачками то есть человек если делает заказ я понимаю что ушли ушла вся пачка и человек уже пишет ждем следующие книги когда они появятся вот поэтому вот вот так ведется работа и когда спрашивают там за пять минут сделайте вылечить а поправлюсь ли я сможете ли вы меня вылечить и так далее не сможем вылечить если у вас такой подход не поправитесь и обращаться тогда не надо то есть вас ждут в поликлинике в больнице у психолога и так далее у нас мы таких людей не ждем мы ждем тех людей которые знают что они идут на выздоровление они знают что они сделают все чтобы быть здоровыми счастливыми иметь здоровое тело и они четко знают зачем им здоровое тело что они в нем будут делать вот эти люди поправятся и их дети тоже да мы конкретно работаем с теми людьми которые идут именно для того чтобы закрыть эту игру не развернуть ее а и разукрасить а именно закрыть они осознают это они не хотят играть в эту игру больше мы не играем в игру болезнь мы не поддерживаем игру болезнь с первого момента мы ее сворачиваем но сворачиваем поэтапно потому что за раз вернуть всю игру невозможно приходится поэтапно отрубать одну часть следующую следующую и опять-таки скорость закрытия зависит от самого человека с какой скоростью человек двигается к нам то есть мы выступаем в роли зеркала с какой скоростью он двигается к зеркалу так быстро он поправляется когда человек не может смотреть на себя в зеркало по два года и пишет через два года я так и не могу смотреть себе в глаза что тут можно говорить человек постоянно то есть вот представьте зеркало а человек не смотрит в зеркало он постоянно уходит куда-то куда-то лишь бы только как магнит вот как магниты которые однополюсные и они подносишь они соскальзывают вот так вот вот так человек с нами сложно общаться потому что мы сразу отзеркаливаем вот практически а знаете даже я и не уже говорил у нас правдеформация если мы вдруг оказались где-то вдвоем и начали беседовать с третьим человеком да то все у него сеанс психотерапии возможно но невозможно то есть мы привыкли беседовать чистым сознанием и тогда на автомате так поднимаешь человека может взорвать а может наоборот но чаще потом люди говорят слушайте вот пообщался с вами потом у меня это 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 случилось или там 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 у меня улучшение пошли и мы когда вот эти штуки уже знаем мы понимаем ну просто нас вместе в люди пуск может наоборот ну зачем мешать людям играть в их игре играют в то что они хотят ну а мы играем в свои игры в те игры которые нам интересны а нам интересно видеть здоровое отражение счастливое отражение полная радость и счастье кайфующее в этой жизни как-то так спасибо друзья что сегодня были с нами задавайте ваши вопросы с удовольствием ответим спасибо задавайте вопросы